А всем привет с канала Камрад Майор и сегодня новый обзор модели от фирмы Моделист, это фирма доселе мне была неизвестна MSD Micro Skull Design Made in Russia написано, но насколько это правда непонятно, хотя вот орган сертификации Ростест Москва Адрес Москва, Нагорный проезд, дом 9, строение 3, может быть и правда это есть Истребитель Мистер Шмидт МЕС-163, более известный как Комета Легкий маневренный истребитель, который полетел еще в 41-м, но пошел в войска только уже под конец войны Как последняя способная возможность 3-го рейха хоть как-то изменить ситуацию в свою пользу Значит информации по нему никакой нет, что это за самолет, где как Просто нарисован он вот в такой окраске, кстати довольно она неплохая Штрих-коды только и все, масштаб 1 к 72 Открываем Я также уже открыл, попробовал поработать с пластиком, но ничего не подвигалось тут никакому изменению Сейчас все честно расскажу Значит инструкция встречает у нас вот такая размашистая, очень похожа на старые звездовские У МИГа такая же инструкция Значит вот, информация идет Реактивный перехватчик МЕС-163 был разработан в Германии по проекту профессора Липиша И совершил первый полет 13 августа 41-го Однако серийное производство его развернулось только в конце войны МЕС-163 кометы использовали для отражения массовых атак американских тяжелых бомбардировников Б-17 И дальше идут технические данные, что на нем было, как Также идет информация на английском Рекомендации по сборке Даже вот тут пишет, что детали от линейков отделяйте кусачками или острым ножом Для зачистки облоя и литевых швов используйте надфили и мелкую бумагу То есть здесь уже в инструкции подразумевается, что облой он будет Вот это фирма Меделист, Мак-Ют Инструкция, значит, состоит у нас из нескольких этапов Их 7 основных То есть это сборка кабины быстро Быстрая сборка хвоста Установление кабины и различного рода каких-то закрылков, окошек Под первую часть корпуса самолета Соединение с нижним корпусом Соединение с хвостом Установление экрана и носа Сборка шасси И конечная сборка всего аппарата Элерон, антенна, шасси, пулемёт Далее переворачиваем И здесь уже более интересная схема нанесения окраски и декалей У нас есть два варианта, как его покрасить, собрать Это место 63 из второй эскадрильи Лейпцига Зима 44-го, 45-го Есть в камуфляже Это место 63 из третьей эскадрильи Мерсербург Апрель 45-го, то есть уже под конец войны И, наверное, кстати, на таком я и остановлюсь За счёт того, что он более мне понравился в просветке А может быть я сделаю симбиоз Окраску возьму отсюда А как раз таки декали Отсюда возьму Сделаем так, как не могло быть Окраска очень проста То есть корпус его довольно компактен Плюс шасси идут только в тёмном цвете Очень малый размер кабины, что позволит нам не испачкать её И, значит, декали Это уже идёт не кайзеровская Германия Не Первая мировая Это идёт именно уже по раз Второй мировой войны И что самое главное Сразу предупреждаю, что вся свастика, которая показана в видео Она несёт только историческую ценность и ценность моделей Так как это было Война была И такой самолёт был Следовательно, и на них были отметки В том числе и свастика Что хотелось бы отметить Значит, вот здесь есть эмблема эскадриль Номера Технические надписи И опознавательные знаки Значит, кресты Которые были на всех самолётах Они у нас представлены И эта фирма Единственная У кого я увидел декаль именно нацистской свастики Именно завёрнутых крестов Больше ни у кого я не видел По крайней мере, из того, что собирал А у меня, как бы, немецкие самолёты есть Как бы, они собраны И всё, я такого не видел Ни на Юнкерсе Ни на Мессершмите Ни на каком-либо другом Значит, попробовал поработать тут С вот этими деталями корпуса Пластик очень, так скажем Заваренный Если можно так выразиться То есть Я изначально подумал, что это смола Но потом понял, что нет Это пластик Просто, так скажем, может быть Из стоппереработки Так как модель довольно дешёвая Есть эта же модель От другого производителя За 960 рублей Эта же модель стоит 290 То есть Ну, как бы, нужно понимать Соответствие цена-качество Но я более чем За эти деньги доволен Плюс я соберу Всё сделаю Так что Ни швов Ничего не будет видно И будет вот такая вот модель Реактивного самолёта Один к 72 Всё более чем устраивает Также элементы хвоста Здесь были Вот они лежат Фурнитура Прозрачная стекла Выглядит вот таким образом На круге Представлена Габина пилота И другие элементы Также здесь вот мы видим На литнике моделист Нанесённая табличка Видим шасси Видим нос Винт носа Так как всё-таки Этот самолёт Он реактивный Значит у него должна быть Система забора воздуха Вот эти Литники были Вот так вот Расположены Самих деталей Здесь порядка 21 штуки Да, кстати Вот 21 Деталь Которая как раз таки Поможет сделать Погнаразмерную модель В масштабе 72 Без каких-либо Ограничений А покраска Уже Это зависит Именно от Профессионализма И прямых рук Моделиста То есть Всё зависит от вас И даже Самую дешёвую модель Её можно сделать Достойного качества Обзоров На эту фирму Я не видел Поэтому Может быть Это будет даже Первым Обзором Ссылку на неё Оставлю Всё В комментариях Будет И если Возникнут Какие-то Вопросы Вы сможете Спрашивать Попытаюсь Ответить Благодарю За просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Всем пока Ставьте лайки Ставьте лайки Ставьте лайки Ставьте лайки